Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шхада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Афганским беженцам, проживающим в Таджикистане, придется забыть о европейской мечте. Прежде многие афганцы, бежав от войны в своей стране, использовали Душамбе в качестве трамплина, чтобы попасть в одно из европейских государств. Теперь страны ООН сказали довольствоваться жизнью на таджикском берегу Пянжа. Что думают об этом сами беженцы, пытался выяснить Галим Фасхудинов. За два последних десятилетия программой переселения в третьи страны воспользовались более полутора тысяч афганцев, нашедших убежище в Таджикистане. Они выехали в Канаду, США, но большая часть предпочла переезд в Европу. Теперь проект сворачивается, а потому афганским беженцам придется распрощаться с европейской мечтой и жить в реалиях в Центральной Азии. Структуры ООН находят этому решению несколько конкретных объяснений. Одно из них – проблемы афганцев в Таджикистане, никак не сравнимы с теми трудностями, которые испытывают сейчас у границ Евросоюза беженцы из Африки и Ближнего Востока. Вот что в частности говорит руководитель представительства управления Верховного комиссара ООН в Душанбе Кевин Аллен. Почему мы не рассматриваем переселение отсюда? Это связано с тем, что в мире существует много беженцев, которые действительно сейчас нуждаются в переселении в другие страны. В частности, можно привести в пример беженцев из Кении, Сомали. Посмотрите на беженцев из Сирии. Другое обстоятельство. Для афганских беженцев в Таджикистане сейчас разработаны специальные программы интеграции в таджикское общество. Они финансируются как по линии структур ООН, так и отдельными фондами и государствами, в том числе европейскими, продолжает глава УВКБ ООН в Душанбе Кевин Аллен. Мы сейчас фокусируемся на том, чтобы найти для беженцев решение в самом Таджикистане. Мы сегодня делаем акцент на три направления. Здесь проекты в области образования, здравоохранения и трудоустройства. Сегодня в Таджикистане находится чуть более двух тысяч афганских беженцев, при этом этнический состав их разнороден. Среди этих людей есть таджики, узбеки, пуштуны и хазарейцы. Все они свободно говорят на дари, которые очень близок к таджикскому языку и имеют квалификацию. Среди афганцев можно встретить инженеров, учителей, медиков и деятелей искусства. В беседе они как один сетуют, что не могут в Таджикистане трудиться по специальности, а потому рассчитывают уехать в европейские страны, более богатые, чем Таджикистан. С такой надеждой живет и художник Мунир Пайкон. Вот что он сказал в интервью нашей радиостанции. Мы имеем такой план, потому что там сможем встать на ноги. В европейских странах мы сможем развиваться, воспитывать детей, творить. Здесь, в Таджикистане, нам, афганцам, сложно. К примеру, сложно снять жилье, и оно дорогое. Мы благодарны УВКБ ООН за помощь здесь, но там нам будет лучше. С мыслями о Европе живет и Мухаммад Усмон. В Таджикистане он уже больше 11 лет, уроженец Фараха, бежал на таджикский берег Пянша, спасая семью от войны, но на новой родине так и не смог устроиться на работу по специальности. Я инженер дорожного строительства, моя супруга – учительница. Но беженцам здесь нелегко. Мы не в обиде и понимаем ситуацию. Здесь и самим таджикистанцам сложно найти работу, а потому более миллиона человек едут на заработки в другие страны Центральной Азии и России. В таких условиях беженцу тем более сложно найти работу. В управлении Верховного комиссара ООН объясняют, что Таджикистан сегодня в Центральной Азии принимает наибольшее количество афганских беженцев и создает максимально возможные условия для них. При этом, конечно, в организации признают экономические проблемы республики, испытывающие влияние мирового кризиса. За 8 месяцев этого года в Таджикистане получили убежище 169 граждан Афганистана. Репортаж подготовил Галим Фасхудинов из Душамбе. Вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на Фейсбуке Вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadzikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с Вами о том, что важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!